А кто такой Денисенков Андрей Николаевич? Это тот, кто составлял материал в отношении у вас. А вы тогда... С заданием данного транспорта у вас есть. А вы тогда каким образом мне... С материалом сейчас знакомиться, расскажите. Я вообще не права ознакомиться с материалом. Ну вы кто по данному делу сейчас на данном мае? Я? Да. Свидетель. Свидетель? Вот это поворот! А вы не лицо в производстве, в котором находится дело. Так? Почему не лицо? Ну оно в вашем производстве находится. В моем, я тоже как свидетель здесь подхожу по данному делу. Я понял, все хорошо. Грамотность у вас на уровне лучших конспекторов в Санкт-Петербурге. Сейчас, в первую статью, мне не разъяснили. Который вы знаете лучше меня. Откуда это знаю? Примейте право свидетельствовать о себе и своих близких. Так может уволитесь, и я в полицию пойду. Ну приходите, у вас как раз не хватает. А я сказал сначала уволитесь. Когда уволитесь, тогда зовите. Мы с вами заочно знакомы, так как вы составляли в отношении меня постановление. Ну вот. Как говорится? Собственно, что делать, если на вас оставляем материал сотрудника ДПС? Прежде всего, ну как бы... Не нервничать. Не нервничать, да. Спокойно себя вести, нормально все. Не спешить. То есть, как бы... Я-то не приезжал на красный свет, да? То есть... Запрещающего нет. Да, запрещающего точно там не было. Вот. То есть, какие доказательства есть? То есть... Инспектор сказал, что визуальные. Да, визуальные. То есть, но почему-то свидетель тут подносит постановление, тут заполненное непонятно кем. То есть, этот человек меня впервые в жизни видит, однако он уже рассмотрел мое дело. То есть, рассмотрел без моего участия, получается. Ну... Возможно, и защитник. Так вот, подавайте ходатайство. Ходатайство об отправлении дела по рассмотрению по месту жительства и о том, о переносе рассмотрения дела для поиска защитника, для юридической помощи. Это даст вам возможность выиграть время и выстроить грамотную позицию защиты. Так, а сейчас мы пишем ходатайство об ознакомлении с материалами дела. Ходатайство всегда подается лицу, в производстве которого находится дело. В данном случае это инспектор ТПС Денис Сенков А.Н. Андрей Николаевич, пишем в произвольной форме. Ваша прелесть находится делать с этим правонарушением по части 1 статьи 25. 12.12 там КОПРФ, да? Так, а в отношении меня? Когда он подойдет, номерочек, продиктуюсь, открытые последние четыре циферки номерочек, жетон. В соответствии со статьей. У вас очень жарко в машине. 25.1 КОПРФ, прошу познакомить. Сотрудники ТПС иногда просто не видят кое-что, они только там какой-то зеленый от красного, видимо, отличить. Ну, не могут, собственно. Со всеми материалом дела, со всеми надо подчеркнуть. Двойной почерк. Это ж садские сотрудники полиции. Так, тут, соответственно, ставим число. 22.11.18. Время. 1.29. Когда ставишь отменил, у вас есть копия или что, или оригинал оставляется? Да, в определении напишите. Что вы делаете? В определении. По какому определению? А, я понял. Хорошо. Да. Не же так. Принесу согласие с постановлением. А я просто думал, этого не будет. Составляется прав таком. Нет, должен составляться. Думаю. Я вот подумал, что не будет. Ну, видимо, они посоветовались. Я так подозреваю, что они с кем посоветовались. Да, ну, видимо, не совсем. Ну, определение, да. Дело в том, что в соответствии с нормами кодекса Российской Федерации обнадминсортивного правонарушения, лицо, в предварстве которого находится Дело обнадминсортивного правонарушения должно вынести определение на каждое ходатайство, которое ему подано. И Мотивировано. Мотивировано. Отказ. Либо отказать, либо удовлетворить от ходатайства. Ну, тут вы видите, какие определения. На грамотности. Грамотные сотрудники, да. То есть вы его принимаете, какие-то копии. Зачем копии? Ты либо откажи, либо удовлетвори, правильно? Нет, ну, может, обычно они съедают их, я, конечно, не знаю. А рассматривать будет по месту жительства? В любом случае. А они уже рассматривают. Они мы их отдаем с вами. А сейчас будет протокол. То есть, по основанию, по идее, вообще нужно именно что-то отменить. Как это процесс? Как он? Он сказал. Вы поворачиваете. Нет, есть протокол от отмены. Это без вариантов. Мне кажется, мы зря ему напомнили. Должна быть это. Ну, да, и поменьше надо помогать. То есть, полицейские, они должны учиться на собственных ошибках. Это намного более, их учит, скажем так, быстрее их учит. И они быстрее усваивают такой материал. А если им все время подсказывать, ну, они так и будут, как малые дети, просто. Они к ним туда, да и туда. И вот они не запоминают, что нужно и как нужно. Они просто выполняют то, что не бывает. Слушай, а тут какой-то другой водитель указан. Смотрите. А я такого не знаю. Не знаю. У меня тоже не такая фамилия, кстати. По поводу водителя, и того, это не пускай пока не будет тайны, наверное. А это, в принципе, это на самом деле фигня, потому что это просто печатка. Это буква фамилии, она не отменяет представление. Вот неразъяснение прав, отменяет. А права же абсолютно не разъяснил. Почему? Ты вообще его увидел после того, как он вынес материал, ну, чего, ребятушки. Вам что, сейчас разъяснить такое? То есть, составил уже, виновен все дела, наказать, покарать. Уже деньги практически в карман положил. Ну, листочков у меня не особо много. А ты можешь рекомендовать? А я думаю, по половинке, да? Да, да. Ну, чего? У меня тут всего два осталось. Сначала, ну, что, мы сначала по одному передавали? Нормально. Это же... Я видел, они сами пикают вот такого формата, да еще сзади чужие данные, заполненные как-нибудь протокол по объяснению. в суде. Так. Продолжим. И вот, когда ты, увидитесь вдвое. Мы, кстати, можем еще, да? Так, это пока про запас оставим. Если у вас мало листочков, то рекомендую вам использовать вот такие листочки, а если у вас еще мало, то можно их еще уменьшить. На законе, зато на законе о полиции. Нет, нет, подожди. Полицейский должен тебе предоставить, поэтому попаси мне, пожалуйста. Надо оставить одно дело. Что, что ты будешь понимать? Так, неуважительно так вести к себе. Так, инспектор ДПС. Ну так вот, с нами с нами сейчас как раз вот эксперт. Я эксперт. Я нет. Володя в студии. Итак, смотрите, что сейчас произошло? Собственно, нас остановили инспектора. Но не нас. Ну, меня, да, как водителя. Водитель я, каю сюда. Вот. У меня же нет водительского удостоверения. Да, у него даже нет водительского удостоверения. Впрочем, можете у Климанова дальше спросить, он знает. Да и Гуркин тоже. Да и Гуркин знает. Да и эти, я думаю. Кстати, 47-19 проехали, это с дороги новых постоянно вижу, так что. Так вот, что они, собственно, сделали? Один подошел, взял документы, второй зачем-то составил материал. Ну, как зачем-то, я не знаю, зачем он это сделал. Вот, видимо, мы на красный свет не проезжали, да, это понятно, запрещающий сигнал светофора мы не проезжали. Не знаю, там на регистраторе, ну, мы посмотрели, там особо ничего не видно. Вот, ну, то есть, ну, кстати, ребятушки, кто сколько может, у кого есть силы и средства, строго добровольно, пожалуйста, задонатьте меня на новый регистратор, или у кого есть такая возможность, новый регистратор, хочу к Сайомисе, или какой-нибудь нормальный регистратор, хотя бы, чтобы что-то видно было, потому что, пипец, вот такой ситуации, на самом деле, вот, мы просмотрели видео, вот, ну, Володя не даст соврать. Там, ну, явно, что зеленый свет, но там непонятно, все размыто. Косяки ДПС. Вот, Косяки ДПС. Перечисляем. Ну, по крайней мере, то, что вот сейчас заметил, да, может, еще там что-нибудь замечу потом. Где, кстати, постановление, протокол? Вот. Первое. Подошел, ну, не представился там, это понятно, это, в первую очередь, надо сделать ему об этом замечание, чтобы он понял, что, грамотный водитель, так сказать, да, то, то, что не прокатит, то, что не прокатит, все просто так. То есть, они на оформлении сейчас протокола потратили, ну, административный материал потратили полтора часа. Вот. Полтора? Ну, Ну, час примерно. Не, час, я сейчас не... Ну, ну, короче, больше, больше пяти минут, за которые они вынесли постановление, да. Подошел один, взял документы, отдал другому, который в глаза не видел, да, вынес постановление, то есть, прежде чем опросить, да, получить какие-то объяснения, то есть, второе, он вообще ничего не получал, то есть, сказал со слов, свидетель, да, свидетель, то есть, он не заинтересованное лицо, как мы видим, да, вот, то есть, это непонятно, абсолютная тема, вот, и он вынес постановление, даже меня не видит, то есть, не то, что там предупредив, что сейчас будет рассматриваться дело сразу, там, никакого протокола, и так далее, там, есть ли у вас ходатайство, там, разъяснить мне сразу, перед опросом, мои права, это прежде всего, то есть, я вот, допустим, ну, могу не знать, что я не имею права не сверить, против себя и своих близких, я не имею, могу не знать, что я имею право вообще заявить ходатайство, зачем это разъяснять, вообще можем молчать, нужно сначала наказать, признать виновным, постановление, значит, вы признаны виновным, я признан виновным, а уже потом, я ему накидал вот эти постановления, вот эти ходатайства, вот, и уже потом, он составил протокол, и уже потом, я таким ему еще одно ходатайство, вот, дальше, А что со стороны с постановлением, которое сейчас вынесли? Он вынесел вот это постановление. А, самое интересное, что… Так оно должно было обменено быть, по идее, я просто не слышал уже. Самое интересное, что вот в протоколе, ну это в данный случае, там они не всегда такие глупые бывают. Вот. Оценочное осуждение, деятельность полиции и общества. Так вот, место и время рассмотрения делаем сортивными правонарушения, то в протоколе указывается, да? 23 апреля 2018 года, 11 часов 00 минус. Завтра. То есть завтра. Так вот, получается, что рассмотрение дела – это то, в результате чего выносится постановление. То есть он рассмотрел его на месте, тогда что это? Как может быть повторно рассмотрено еще одно дело? Бывает пересмотр постановлений, рассмотрение жалобы на постановление, но не повторное рассмотрение. Может быть тебя привлекут повторно за одно и то же нарушение. И причем по разному, еще вилочку разную, там может быть предупреждение. Да, возможно. Будет интересно. Да, возможно, возможно, кстати. Вот. Очень интересно. Вот мне интересно, что дальше там будет. Возможно, он просто постановление это как-то отменил, просто не ознакомил меня с материалами. Придент должен быть отменяться. А, самое интересное, что ходатайство, которое я ему подавал, дело в том, что они должны быть рассмотрены незамедлительно. И вынесено должно быть письменное определение. Ну, как мы видели, там надо, наверное, вставить… Там это вообще… Какое определение? Это вообще… Ну, то есть… Ну, знание как бы ноль, да. Ноль просто. А почему знание ноль? Потому что с такой ситуацией не сталкивается. Обычное просто… Обычное, то есть все заканчивается постановлением, да. Половина штрафа там и все. То есть… Запомните, водители… Права не знают… Половина штрафа, выписанного сотрудниками ДПС, это… Ну, оплата половины штрафа – это для лохов. Это развод. Это… Знаете, как сделаете… Они только это… Это засчитали как право. Единственное, с чем он ознакомил – вы можете оплатить половину. Вот. И… Знаете, вот есть такая, как бы, поговорка, ну, видно не знаю как. Как сделать человека счастливым? Надо забрать у него все, а потом вернуть половину. То есть… То же самое. Половина штрафа. Вот. Дальше. Перед тем, как принести мне протокол, то есть то, что он сначала поставил, а потом протокол – это нормально? В принципе, да? Ну, нет. Ненормально. Но если ты ему изначально заявил, да. Изначально. Вот. Что не согласен, то это ненормально. Потому что он должен поставить протокол и отправлять на рассмотрение. Уже… Ходатайство мои получить направление по месту жительства. То есть он их должен был рассмотреть немедленно, а потом их выносить может быть постановление… Постановление вынесено незаконно вот это? Это протокол. Ну, значит. А вызови свидетеля? Да. А вызови свидетеля? Непонятно вообще, по какому принципу он решил, что… Водитель подал за ходатайство, указал адрес и фамилия, имя и отчество, да. Наверное. А свидетеля, который мог бы пояснить, какие… Ну, все, что он видел для суда. Инспектор, посмотрев ходатайство, прочитав эту фамилию, этот адрес, сказал, что это заинтересованное лицо. Не знаю вообще, о ком это речь. Например, мои документы никто не видел, я никому не представлялся. Был ли это вообще заявлен я, им неизвестно. Поэтому он отказал, назвал лицо заинтересованным, которое он даже как бы не понимает, о каком лице в принципе речь идет. То есть просто любое другое лицо, если это не инспектор, оно заинтересовано, а инспектор, которые два сидят и целый день катаются в одном экипаже, которые служат вместе, едят из одной кастрюли, это не заинтересованные лица у нас. Ну, просто ТАСС, молодцы. А молодцы они еще и потому, что, по моему мнению, еще и совершили преступление, должностное присоставление материала. Потому как, ну сейчас узнаем у Владимира. Владимир, телефончик мой инспектора спрашивали? Да. Нет, они когда смс-ки поперут. Да, смс-ки спрашивают. Ладно, так, спрашивали ли, где я работаю или служу? Нет. Не спрашивали. А тут написано, не сообщил. А это они, да, автоматом. Кстати, они частенько заполняют, и раньше заполняли, не работают. Вот прям вот, я помню это было. А, да, телефон-то он спросил в плане смс, когда это уже вынес там в конце. Вы можете дать телефон, ну и мы можете не давать. Также он не спросил, состою ли я на учете в НД и ПНД. А указал? Нет, в состоящем, на учете и прочих. А, это ты указываешь? Нет, это не указываю. Лена. Вообще, по идее, составлять протокол он должен в моем присутствии. То есть непонятно, что он там делал, пусть приносит свою адскую машину сюда и как бы коптит. Раньше-то они тут как бы ручками составляли. Слушай, можно при составлении вносить замечания, правильно? Задавать вопросы. Совершенно верно. Дело рассматривается открыто. Что-то у нас такое этот самый, у меня как не гайд получился, как беседа, в которой мы рассуждаем. Что делать, даем дельные советы на примере конкретного случая. Как бабушки у подъезда на скобите. Да. Смс-уведомления это, грубо говоря, согласие на смс-уведомления вы подтверждаете то, что там у них где-то определится, что смс-ка отправлена, а по факту она вам не придет. Или ее просто не отправят. Ну, в общем, а по факту вы будете надлежащим образом уведомлены, потому что вы сами за это расписались и все. В общем, желательно распечатать, как я возить с собой ходатайство о поиске защитника, о направлении рассмотрения материала по месту правительства и так далее. Ну, как мы видим, это не панацея, потому что инспектор к сожалению не владеют правом вообще. То есть, ну, я не знаю, если это постановление не будет отменено, еще даже в ГИБДД, я думаю, этим займется уже, так сказать, другие товарищи. Ну, в ГИБДД зато будет. Юрий Евгеньевич, привет! Можно повеселиться. Спасибо тебе огромное зрание. Вот. Ну, я думаю, там нам надо будет переноситься, это переносить что? Если постановление вынесено. Потому что… Когнитивный диссонанс. То есть, судите человека, которого вы уже осудили. Ну, ты можешь задать вопрос при рассмотрении вот этого. Да. Что рассматриваем? Что? Да, что рассматриваем? Говорит, а меня же уже наказали. А можно не говорить? Пускай выносят. Да. Я думаю, пускай двадцать тысячи. Да. Пускай тебе два раза наказали. Да. Ты заслужил. Заслужил? Ну, свидетели также подписи не ответили. Свидетелям не разъяснены права за заведомо ложные показания. Ааа, так он наврал, значит, наверное. Когда… Ничто не мешало свидетелям наврать. То есть, опять же, ознакомиться с материалами дела. Видимо, ходатайство подано, а что-то не удовлетворено, не отказано, не ознакомлено, я с материалами дела. Понимаете? Вообще, ну, игнорчик. То есть, это он воспринимает, видимо, ходатайство как заявление какие-то, что я не понимаю. Мы же делаем им обращение. Говорит, все, у вас… Вы уже мне сделали обращение. Говорит, у меня к вам еще одно, еще по-дному вашему нарушению. Говорит, вы мне уже сделали, так что все, я поехал. А, нет, они просто думают, что они вот могут там двадцать раз нарушить, да. А подать-то может у каждого обращения. И вот как у нас, собственно, инспектора, а вот дальше было уже, так сказать, как у нас инспектора любят отвечать за свои поступки, да, просто сваливать. Ничего, не проверяйте мою машину, не проверяйте. Вышел, чего вы там делаете, чего вы снимаете? То есть, обратился ко мне, не представился. Второй говорит, я вам уже показал, он мне, говорит, я вам уже там и удостоверение показал, подписался водителю. Я сижу вот здесь, я и не вижу, и не слышу. Он, оказывается, говорит, что мне представлялся уже много раз. И тот тоже, а тот не обязан вообще представляться. Он вообще, он говорит, мне неинтересно с вами общаться. Водитель, который был, 0883. Ольга, по-моему. Помню этот номер, надо будет пересмотреть свои видосы. А инспекторов не помню. Не, вот это, без жилеточного, возможно, видел. Итак, сейчас в отношении меня составлен административный материал, даже вынесено постановление, составлен протокол уже после вынесения постановления. Принято все ходатайства, ни одно из ходатайств не рассмотрено. И почему-то в протоколе стоит на завтрашнее число рассмотрения дела, которое уже рассмотрено. У меня некоторый когнитивный диссонанс, куча нарушений у инспекторов, там, без жилетки, со знаком шипы, там, проблемы у них, да, нежелание отвечать за свои поступки полностью, полная неграмотность, невладение правом. Это все, как всегда, будут написаны жалобы, постановление данное будет обжаловано. И я надеюсь, что будет отменено. Беспоминец. Да, я надеюсь, что оно будет отменено, потому что оно абсолютно незаконное, необоснованное, вынесено с нарушением профессиональным. И с вами был, собственно, Владимир Арсентьев, канал Фотохантер. И Павел Завронов, канал Алла Русс Ньюс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и, главное, пишите несколько комментариев о том, что вы думаете по поводу данных инспекторов, по поводу того, как они себя ведут, там, как они составляют материал. Как мы себя ведем. Как мы себя ведем, да. Ну, мы можем плохо себя вести, мы все-таки не служим в полиции, да. Есть право вести себя. Вот сегодня мы вежливо вели, но я чувствую зря, потому что они повели себя неуважительно ко мне, они просто уехали. Да. Да. Вот. А также будет, я думаю, отдельное видео про, ну, так сказать, не то, что видео. Мы это просто обсуждали минут, наверное, на десять, все их, так сказать, косяки, недочеты, нарушения там, да. И думаем, что это выпустим отдельным видео, может, даже сегодня, может быть. Вот. А также подписывайтесь на наш телеграм-канал «Алрусньюз». Там бэкстейджи, новости, там закадровые всякие наши истории некоторые, которые могут даже не появиться на ютубе, а там они есть. И в некоторые экстренные моменты там тоже будет самая свежая и полная информация об активистах, происшествиях, полицейских, оборотнях в погонах и прочих. Иногда и нам нужна помощь, и, по крайней мере, на этом канале, в телеграм, можно будет увидеть в том, что нам требуется помощь. То есть приезжайте, например, туда-туда-то нас там бьют, да? Да. Мы стараемся для вас, но иногда нам нужна ваша поддержка. И кроме вас нам никто не может помочь. Никто. Только вы. Только вы сможете нам помочь, а, соответственно, помочь и себе, и всему обществу, всему остальному. Просто своим присутствием. Хотя бы, да. Боритесь за свои права. Палец вверх ставьте обязательно. Ну и делайте все, что мы до этого говорили. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Напишите несколько комментариев. Вот несколько, прям много развернутых. Что вы об этом думаете? Как вы об этом думаете? Вот и все. Что вы хотите видеть дальше в видео? Возможно, какие-то обучающие ролики. Может быть надо быть жёстче при общении с нарушителями. Может жёстче. Может мягче. Может как-то их там, не знаю, шутить над ними. Но как-то их просто заставлять. Сегодня я хотел прилепить. Прилипал он к ним в машину, но они убежали раньше времени. Немножко нужно уже развить юмор, шутки. Потому что у них служба... Вон охрипший пришёл, наверняка орёт на всех подряд. А тут вот охрип и не удовлетворился. А мы ещё на 10 минут туда поговорим, да? Да. Ну ладно, всё. Боритесь за свои права. Ну и... Да. Всё. Возьмёте. Всё.